Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа и ее ведущий Александр Глушенко. Речь вновь идет о Беларуси. Несмотря на то, что появилось много событий в других направлениях нашей деятельности информационной, мы освятили и освещаем их в других программах. Сегодня в день, когда в Минске и в других крупных городах Беларуси состоятся массовые акции протеста, связанные с итогами выборов, связанные с неприятием основной массы населения страны, фигуры диктатора Лукашенко у власти. Я прямо говорю, на мой взгляд, бывшего президента Республики Беларусь, хотелось бы подчеркнуть один момент, который проистекает из опыта революционной борьбы других народов, а также опыта революционной борьбы на территории Российской империи и вообще опыта революционной борьбы наиболее положительных и наиболее отрицательных примеров этой революционной борьбы. А давайте без всяких обиняков и экивоков прямо, ясно, четко скажем, что в Беларуси на сегодняшний день происходит демократическая революция. Неважно, буржуазно-демократическая, социалистическая, называйте как хотите, демократическая революция, то есть борьба с тираном, борьба с автократическим государством. И вот анализируя, разбирая эти вот все события, которые там сейчас происходят и экстраполируя их на те революционные события, которые происходили когда-либо в истории человечества, в других государствах и в России, в Российской империи, куда в принципе входила Беларусь, давайте согласимся, и беларусы должны знать исторический опыт этого государства. Могу отметить на сегодняшний день только одно. Не воспринимайте, пожалуйста, это как упрек, воспринимайте это исключительно как мою личную точку зрения, воспринимайте это как, ну, не воспринимайте как призывы к чему-либо, воспринимайте, еще раз говорю, как анализ. А анализ звучит так, и точка зрения моя звучит примерно так. Уважаемая оппозиция, уважаемые представители реального беларусского народа, те, кто объединился в так называемый координационный совет, те, кто выдвигает различного рода инициативы, устанавливает свои взаимосвязи с международными организациями, ясно и четко, прямо в глаза вам сейчас говорю. Кстати, уважаемые зрители, если вы согласны, пишите, если не согласны, тоже пишите. Вы утрачиваете инициативу. Вы, уважаемые лидеры оппозиции, а точнее не оппозиции, оппозиции теперь, сегодня, сейчас оппозиция, это Лукашенко, а вы представители основной массы народа, вы сейчас теряете инициативу с точки зрения революционной. Почитайте того же Ленина, государство революции, прекрасная работа. Я не согласен с Лениным в вопросах политики, экономики, развития государства, установления, опять же, диктатуры пролетариата, так называемая, проще говоря, диктатуры одного лица или диктатуры группы преступников. Я говорю с точки зрения процесса, механизма совершения этой самой революции. Вот вы с 9 числа, уже больше 10 дней ходите, и прямо, ясно, четко вам говорю в глаза, при таком количестве сторонников, при таком массовом сборе людей на антилукашенковские митинги, шествия, демонстрации, при таком количестве бастующих на ведущих белорусских предприятиях промышленных, вы теряете инициативу, вы теряете время, говоря простым народным языком, вы жуете сопли. Серьезно вам говорю. Ни к чему не призывая, оценивайте ситуацию, оценивайте обстановку сами. Но я вынужден задать ряд вопросов. Почему до сих пор не занято, я не говорю захвачено, а не занято здание правительства республики, при наличии в вашем строю 200 тысяч человек, а может быть и более, некоторые говорят, что до полумиллиона. Вот мы посмотрим, сколько сегодня будет, да, где-то там в районе обеда вы собираетесь. Что вы будете делать? Опять махать шариками и цветочками? А я задаю ясный и четкий вопрос. Почему не занято здание правительства? Второй вопрос. Почему не занято здание администрации президента? Просто не занято. Как пункт управления. Откуда ваши противники занимаются борьбой с вами? С военной точки зрения, пункты управления занимаются в первую очередь. Здание правительства и здание администрации. Не захвачено, еще раз повторяю, а при том количестве людей, которые у вас есть, просто мирным путем занято. Следующий вопрос. Вашим основным противником в ходе уличных протестов, в ходе ваших массовых выступлений, были так называемые ОМОНовцы и бойцы внутренних войск. Я задаю вопрос. Почему до сих пор не занято и не разогнана казарма ОМОНа? И казарма Минского полка внутренних войск. 200 тысяч, которые подойдут к забору этой воинской части или к забору этого самого ОМОНа, они снесут этот забор, они снесут эти ворота. Но я не призываю. Я просто спрашиваю, почему вы утрачиваете инициативу и даете... Вот посмотрите. Вот эта гидра контрреволюции, она вновь подымает голову. Вы смотрите. Они все начали, было на прошлой неделе, там, извиняться. Все эти Караевы, в том числе и Лукашенко, там, начал что-то нести, там, что да, мы разберемся с проявлениями всякой там излишней жестокости, но при этом наградил 300 полицаев, наградил, да, проще говоря, карателей, фашистов, наградил медалями за безупречную службу, да? Это он так извинился перед вами? Ну, плюнул вам в лицо. Утирайтесь пока, теряя инициативу. Вопрос. Почему опорные пункты вашего врага до сих пор вами не заняты? Я еще раз говорю, не захвачены, не разрушены, не сожжены, а не заняты. 200 тысяч и тысяча ОМОНовцев, несоизмеримая величина, даже безоружные люди в состоянии эти казармы, эти опорные пункты, эти военные городки просто-напросто занять. Просто занять. Почему до сих пор эти ОМОНовцы в одних трусах не бегают по городу и не прячутся от вас? Когда у ОМОНовца нет казармы, он убегает из этой казармы, он покидает ее. Ну да, может быть у него останется дубинка, может у него останется бронежилет, может у него даже останется пистолет или автомат, вопрос не в этом. Но рассеянное, обезглавленное, не имеющее опорного пункта, складов с оружием, боеприпасами и снаряжением, группа людей, это уже не ОМОН, это уже не воинское подразделение внутренних войск. Это чмо. И вы должны давить именно своей численностью, своей 200 тысячной, полумиллионной. Но я к этому не призываю, я еще раз говорю, да, вы избрали мирный путь, вы сейчас будете круглые столы устраивать с Лукашенко, заседать, обсуждать легитимные, мирные и прочие способы передачи власти. Да плюньте вы на все это, вас заболтают. Он уже повел речь о какой-то Конституции, о каком-то третьем ее варианте. Во-первых, он отверг, кто он такой на сегодняшний день, преступник, который калечил своих собственных граждан, и он еще будет сидеть потом за столом. Следующий вопрос. Почему вы, рабочие из заводов, пускаете эту бессовестную личность, этого двурушника, двуличника, пускаете на территорию своих заводов? Да там, где он должен был сесть на вертолете, должна была стоять толпа и бросаться в него камнями. Серьезно говорю? Я не призываю. Я говорю, что так должно было быть. Дорогие белорусы, вы слишком интеллигентные и слишком миролюбивые люди. Изучите опыт революции. Вы хотите, чтобы было как в Венесуэле? Теперь вот этот Гуайдо поднял так называемую бархатную революцию два года назад. И что толку? Вот они сейчас припираются. Кто должен распределять бюджет? За кого выступает Америка? За кого выступает Европа? А народу-то от этого все хуже и хуже. Но если бы на сегодняшний день были заняты здание администрации, здание правительства, казарма ОМОНа, казарма полка внутренних войск или бригады внутренних войск, я не помню, какая часть у них там, можно посмотреть. Им бы негде было базироваться. Им нет, откуда было бы действовать. Им негде было собраться даже для получения зверского кровавого инструктажа. Вы не хотите бороться? Вы хотите шариками махать? Ну, ну, вы домашитесь. Вас поставят потом на место обратно в стойло. Скажут, что, побродила коровка по полю, да? Давай, на зимнее стойловое содержание. И все эти круглые столы тоже будут арестованы и посажены. Вы не понимаете все коварство, все двуличие, всю езуитскую сущность этого человека, против которого вы выступили? Мне даже отсюда, вот, из далекой России, видно совершенно четко, как все это строится. Подумайте, ради бога, будьте решительнее. Но я не призываю ни к чему. Я просто задаю вопрос. Почему не сделано то, что давно должно было быть сделано? Спасибо за внимание. Берегите себя. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok